Консул Рана вновь подтвердил, красные линии Тегерана по вопросу Сюника неизменны. Баравдзес Балурин, Сирили Гайер, Яссанвел, украинский армянин. Я спустился со своих армянских гор специально, чтобы снять для вас этот спецэфир и поделиться важной информацией. Вы пока можете использовать эту короткую паузу, подписаться на наш YouTube-канал. И также подписаться на наш YouTube-канал, который является интернет-видением КАП-ЮААЭМ. Это украино-армянское интернет-видение КАП-ЮААЭМ. Обязательно подпишитесь, ставьте лайк, тогда еще плюс 10 человек увидят это видео. Напишите комментарий. Если у вас нет слов боевые восторги от того, что мы делаем, вы можете поставить смайлик, вы можете поставить украинский флаг, вы можете поставить армянский флаг. А вы можете также поставить 2 флага, а может быть даже 3, 4 и 5. В общем, и обязательно поделитесь этим видео, чтобы как можно больше людей посмотрят это видео. Потому что, если вы поддерживаете армянские ресурсы, армянские информационные центры и наше иннет-видение, то таким образом вы способствуете тому, чтобы наш армянский народ победил в той справедливой борьбе, в которой мы могущественны. Запомните, это слуги дьявола, которые стоят против нас и оккупировали нашу землю. Дорогие земляки, обязательно прямо сейчас подписывайтесь, а я продолжаю. Консул Ирана вновь подтвердил красные линии Тегерана по вопросу Сюника неизменны. Естественно, стратегия Ирана в этом вопросе всегда была ясна, и на этот вопрос всегда давался один и тот же четкий ответ. Об этом сегодня в беседе с журналистами в Горисе сообщил консул Ирана в республике Армении Мортеза Абери Верамени. Красиво как. Стратегия очень ясна. Две-три недели назад господин Пашинян, премьер-министр Армении, посетил Иран, встретился с духовным лидером Ирана, и такая тема вновь обсуждалась, снова поднималась и обсуждалась. И снова Иран подчеркнул свою стратегию, и все наши слова всегда одни и те же, сказал он, подтвердив, что красные линии Ирана в отношении Сюника остаются неизменными. Вы знаете, друзья, что это максимально принципиальный вопрос для Ирана, и в этом плане, конечно, наш сосед молодец. Сосед, конечно, у нас, я имею в виду Иран, сам по себе очень специфичный, и я бы на его месте, конечно, не помогал, не помогал войне России с Украиной, потому что мы, живя в Украине, видим, насколько это сказывается на мирных людях и какое количество жертв приносит все это. Но, если говорить в разрезе, в контексте, связанном с Сюником, то новость, о которой я вам говорю, то, конечно, в данном случае это позиция крепка, очень важно, чтобы она, безусловно, не менялась. В любом случае, во всех вопросах справедливость будет восстановлена, и мы, армяне всего мира, добьемся с вами этого. И мы сделаем с вами так, что все наши оккупированные территории будут деоккупированы. Мы освободим наши земли, которые на сегодняшний день находятся под оккупацией Турции, османов в современной Турции и азербайджан. Христианская гора Арарат, на нее снова будут подниматься армяне и все туристы со всего мира. И тогда каждый турист может сказать, что я был на библейской горе Арарат, на армянской горе Арарат. Хотя и сегодня туда поднимаются люди, но, к сожалению, все деньги, которые зарабатываются там, идут в казну Турции, этому оккупированному, этому террористическому режиму. Поэтому, друзья, не молчим, вперед добиваемся правды, говорим про истину всему миру, и однозначно, сирели и гайер обязательно объединяемся. Гайер ми ацек, Аррач и только Аррач. И капи меч.